Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости. В студии Тамара Рокетянская. Коротко о главных событиях в Воронеже и области. Огонь памяти охватывает всю Россию, а также некоторые государства Европы, Азии и Африки. Эта ежегодная патриотическая акция стартовала от стен Кремля. От могилы неизвестного солдата были взяты частицы священного пламени. В специальных лампах представители Общероссийского народного фронта развозят их по всем регионам, в том числе и новым. А военкоры доставляют огонь памяти нашим солдатам на передовую. Символическое пламя уже встретили в Киргизии, Армении, Азербайджане, Абхазии, Белоруссии и других странах. На очереди Египет, Болгария, Кипр, Сербия, Тунис. В Воронежскую область лампу привезли в составе автопоезда. Сопровождает огонь памяти военный психолог Ольга Гнездилова с позывным «Волчок». Она лично забирала частицу священного пламени в Александровском саду. У меня душа плакала, слезы на глазах. Если честно, даже не высказать словами. Я думаю, что все, кто принимал участие со мной вместе в акции, у всех тоже были слезы на глазах. Для нашей страны выпала особая миссия – вновь бороться с фашизмом, бороться за наше историческое прошлое, за будущее России, за нашу веру, за культурные ценности, традиции, обычаи, за наше право быть сильным и независимым государством. Поэтому мы зажигаем огонь в сердцах, потому что впереди нас ждет победа. Марш, оркестр и другие важные атрибуты праздника. На минувших выходных в Воронеже прошла репетиция Парада Победы. В этом году в нем участвует почти 2000 человек – курсанты Военной Воздушной Академии, офицеры МЧС, Росгвардия, студенты Института МВД. Несмотря на то, что это была тренировка, все участники выкладывались на 100%. Напомню, в этом году мы отмечаем 79-ю годовщину Великой Победы. И в этот день запланировано множество активностей и концертов. Правда, в основном в онлайн-формате. Все же обстановка сейчас сложная. Как прошла репетиция Парада и что увидят воронежцы 9 мая, узнала Анастасия Алексеева. Ровными рядами под торжественный марш в завершении репетиции Парада Победы на площади Ленина прошли почти 2000 человек – курсанты Военной Воздушной Академии, офицеры МЧС, Росгвардия. Чеканит шаг и прекрасная половина человечества – коробка студенток Института МВД. Чтобы пройти вот так, идеально, готовились не один месяц. Даже перед самой генеральной репетицией все участники маршировали несколько часов. Каждая коробка самостоятельна. У курсанта Военной Воздушной Академии Ивана Зимина одна из самых ответственных ролей. Он выносит флаг Российской Федерации. Молодой человек участвует в параде уже второй раз. В прошлом году я выносил Знамя Победы. Это достаточно почетно, потому что на весь город озвучивают твою фамилию. И в душе у тебя что-то замирает, что-то играет. Тренировки продолжались основные на протяжении почти полутора месяцев. Ежедневно по 2-3 часа мы занимались на плацу. Приходили, плотворно работали, чтобы не упасть грязь лицом. В грязь лицом не упадет никто, ведь для участия в параде выбирают лучших из лучших. В зависимости от их готовности к строевой подготовке, к морально-психологическому состоянию. Отличная учеба, то все показатели должны быть высокие. Ребята по секрету волнуются или как-то ответственны? Конечно, волнуются. Мероприятия ответственные, поэтому каждый волнуется, я тоже волнуюсь. Тем не менее, со стороны волнения не видно ни у одного участника. Все действия отточены до автоматизма. Между тем, на репетиции были абсолютно все атрибуты парада. А вот и две легендарные «Волги». Они участвуют в параде с 2019 года. На них выезжает исполняющий обязанности начальника гарнизона и командующий парадом. Как правило, эти машины мы видим всегда со стороны, но мне посчастливилось в них посидеть. Увидеть эти легендарные авто, а также весь парад Победы, можно будет в 10 утра 9 мая. Кроме того, в течение дня в Воронеже запланированы различные активности и концерты, посвященные 79-й годовщине Великой Победы. Если, конечно, не произойдет ничего экстраординарного, и оперштабу не придется принимать решение об отмене массовых мероприятий. А вот для ветерана Великой Отечественной Павла Машканцева парад Победы организовали персонально, прямо под окнами его дома на улице Ворошилова. Под гром военного оркестра перед героем промаршировал почетный караул, а после представители регионального правительства, национальной палаты, управы Ленинского района и сотрудники Росгвардии по поручению губернатора Александра Гусева поздравили ветерана с наступающим праздником. В июле этого года Павлу Семеновичу исполнится 99 лет. На фронт он ушел добровольцем в 17. Тогда очень требовались авиамеханики, и Машканцева закрепили за самолетом Як-3. Их еще ласково называли истребками, то есть смесь ястреба и истребителя. Под конец войны 116-й гвардейский краснознаменный авиационный полк, где воевал Павел Семенович, оказался в городке западнее Берлина. В ночь на 2 мая 1945-го немецкая колонна хотела прорваться на помощь окруженной столице фашистской Германии. Ее путь проходил через взлетную полосу, но подкрепления, осажденные в Берлине, так и не дождались. Сержант Машканцев, находившийся на территории аэродрома, развернул самолет носом к врагу и открыл шквальный огонь из авиационной пушки. Немецкая колонна была задержана, а после на подмогу отважному авиамеханику пришла наша 13-я механизированная рота. Кончилась война, и мы радостно отмечали, целовали друг друга, прыгали, когда объявили, что Берлин взят первое, а второе – конец войны на следующий день. Вот таким путем кончилась для меня военная эпопея. И сегодня, вот то, что вы меня чествуете, в честь Дня Победы, всем выражаю глубокую, сердечную благодарность и всем-всем крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей молодой дальнейшей жизни. Всех благ вам, дорогие мои. Предоставление муниципалитетам субсидий из облбюджета на ремонт автодорог местного значения обсуждали на оперативном совещании в региональном правительстве. По информации руководителя профильного министерства Максима Оськина, с 2018-го на эти цели в общей сложности было выделено 20 с лишним миллиардов рублей. Причем с каждым годом размер субсидий растет, благодаря вниманию, которое уделяют состоянию дорог общего пользования губернатор Александр Гусев и правительство области. В 2024-м соглашение с Министерством дорожной деятельности о выделении средств на ремонт подписали более 60 муниципальных образований и уже заключены контракты на 4 миллиарда 200 миллионов рублей, что составляет 85% суммы, которую в этом году выделяет региональная казна. Ранее такие показатели достигались в лучшем случае к августу, подчеркнул Максим Оськин. Он также отметил, не менее 250 миллионов рублей будет направлено на повышение безопасности движения на сельских трассах. Речь в частности о появлении остановочных павильонов, систем освещения, необходимых знаков об устройстве тротуаров и пешеходных переходов, особенно вблизи социальных объектов. Еще раз хотел бы сакцентировать внимание на тех параметрах цифровых значений, которые отражают инвестиции, государственные инвестиции в дорожную сферу. Еще раз, 22-й год без малого 3 миллиарда, 3,5 на следующий год и в этом году 5 миллиардов рублей. Мы, безусловно, совершенствуем модели распределения субсидий. Конечно, приоритеты сейчас во главе угла стоят. Безусловно, все вопросы должны обсуждаться с общественностью. Это очень важно. И особая актуальность, она, собственно говоря, никогда и не была утрачена. Это вопросы качества производства, работ перехода с одного типа с переходного на твердый тип покрытия. Это основная задача. Собственно говоря, все это в совокупности должны влиять на безопасность дорожного движения. Это основная цель, это основные приоритеты. И в продолжение темы. На пяти магистральных улицах Воронежа поменяют асфальт. Обновят покрытие на Краснознаменной, Матросово, 20-летие октября, Солнечной, плюс проезд Разумова. К фрезерованию первой улицы приступят уже сегодня ночью, когда автомобильный трафик будет минимальный. Всего предстоит срезать более 200 тысяч квадратных метров изношенного покрытия. Привести все эти дороги в порядок планируют до конца года. Столь масштабные работы по сплошной замене асфальта в последний раз устраивали в 2017-2020 годах. Покрытие на многих ключевых магистралях продержалось даже дольше гарантийного срока. Однако сейчас критики уже не выдерживает. Места, которые нуждаются в обновлении, выбирали по нескольким критериям. Но основной, естественно, это ровность дороги. Кстати, всего в очереди на ремонт больше пяти улиц. Остальные планируют отремонтировать в следующем году. Что касается нынешних работ, то на всех точках они примерно одинаковые. Работы по замене колодцев, там, где они должны будут подниматься в уровень с новым уже покрытием. Планируем поменять значительное количество бортового камня, вышедшего из строя. Основные работы после этого, конечно, будет устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного. И верхний, завершающий свой преимущественную работу на магистральных улицах. Традиционно будут выполняться в ночное время. Торжество торжеств. Православные отметили один из главных христианских праздников – Светлое Христово Воскресенье. В пасхальную ночь богослужения прошли во всех храмах региона, а их у нас больше 400. Вместе с прихожанами торжественную литургию отстояла и наша съемочная группа. Село Горкиного Усманского района. 30 километров от областного центра. Жителей по прописке всего около сотни. Но к пасхальному богослужению здесь становится многолюдно. К местному Покровскому храму съезжаются из соседних Новой Усмани, Орлова, Никольского, да и из самого Воронежа. Я с Воронежа. Сюда езжу каждый год. Стараюсь приезжать помимо Пасхи на Рождество или на Крещение, но не всегда получается. Пасха для меня и для моей семьи. Я сюда и с женой приехал. Сын сейчас у меня просто в другом месте работать не смог приехать. С дочкой, друзей сюда кучу я привожу постоянно. Они с удовольствием сюда ездят. Не последняя причина такой популярности Покровского храма в Горках, говорят прихожане, его история. Началась она еще в середине 19 века. В советские времена этот памятник архитектуры был разрушен. Восстанавливали его в начале 2000-х. Что называется всем миром. Усилиями местных и спонсоров, которые когда-то здесь жили. Потихоньку собирали. Ходили по селу, денежку собирали. Заделали стены в начале. Завод Тильман нам помогнул. Решетки вырезали и себе дома погребали. У нас вот эти три окна, здесь решеток не было. Вот сделали в первую очередь решетки, чтобы и двери, чтобы сюда не заходили. Ну, а так был тут и танцы были, танцевали, и клуб был. Пасхальное всеночное бдение по традиции начинается в Великую Субботу, практически сразу после захода солнца. У настоятеля есть время исповедать паству. У прихожан приложиться к плащанице. Ближе к 11 вечера ткань с изображением тела Христа во гробу уносят в алтарь. Перед пасхальной службой вайтов полуночница. На ней вот плащаница, которая выносится у нас в пятницу на богослужение, она заносится в алтарь. Находится в алтаре на престоле до Вознесения, 40 дней. И на ней совершается как раз литургия, как раз на плащанице. Служба пасхальная начинается с крестного хода, как мироносицы шли с апостолами, шли в ночью как раз на гроб престолов. И вот в воспоминании этого события мы обходим вокруг храма таким крестным ходом. И потом перед входом в храм начинается самая пасхальная служба. Крестный ход начинается за несколько минут до полуночи. С иконами, хоругвами и песнопениями обходят круг, чтобы провозгласить благую весть о воскрешении Христа. Дальше служба продолжается в храме, теперь уже исключительно радостными песнопениями. В пасхальном богослужении, в отличие от других, вообще мало чтений. Еще одна особенность – священники за ночь могут несколько раз менять облачения, в зависимости от возможностей каждой конкретной церкви. Но даже в самой маленькой красное одеяние приходит на смену белому. Ну, красный переводится как красивый, да, поэтому в самом начале богослужения мы начинали служить в белом облачении. Потом уже, когда начались часы Пасхи, мы переоблачили священнослужители и все церковные служители в красный цвет. Этот цвет Пасхи, и теперь этот цвет будет до Троицы. И мы будем в этом цвете прославлять Господа, Христосоваться и петь Христос воскресе из мертвых, смертью, смерть поправ. Богослужение пасхальное – это особое действие. Это священное действие, когда каждый человек, мне кажется, не только находящийся в храме, но и вообще, он принимает по-особенному. Конечно, для нас это особый праздник, особое действие – это праздник праздников. Для каждого, кто пришел или приехал встретить светлое Христово воскресенье в храм, этот день действительно событие. У прихожан церкви в честь иконы Божьей Матери Целительница, что на территории Воронежской областной больницы, молитвы говорят особые. Больше всего о здоровье. Некоторые на службу приходят прямо в медицинской униформе. Храм небольшой, но даже здесь в пасхальную ночь отстоять божественную литургию собрались больше сотни человек. Многочасовую службу одинаково стойко переносят и взрослые, и дети. Для сама службы не сложна, сложнее подготовка, наверное, в нашем случае. Но все равно этот праздник самый главный в году, поэтому радость, которая приносит этот праздник, она затмевает все сложности, которые есть. И длительность службы совершенно не чувствуется на самом деле. Я желаю, наверное, всем в нынешней ситуации мирного неба над головой и помощи Божией во всех благих делах. По традиции на пасхальное богослужение в храмы приносят осветить и продукты, которые потом окажутся на праздничном столе. Главное здесь, конечно, куличи и крашеные яйца – символ зарождения новой жизни. Под конец литургии самые стойкие прихожане получают угощения, церковный хлеб и когор. Впрочем, главное, что уносят с таких бессонных пасхальных ночей – легкость и радость в душе. В каждом звуке Божья благодать. Колокольня Благовещенского кафедрального собора открыта для всех желающих. По традиции подняться на нее можно в течение всей Светлой Седмицы, то есть недели после Пасхи. Но есть и новшества. Предварительная запись в этом году не нужна. Пускают в порядке живой очереди, сразу после утренней службы. Уже в первый день желающих масса. Что неудивительно – шанс не просто подняться наверх, но и позвонить в колокола, почувствовав ту самую особую вибрацию, выпадает раз в год. Тут рады всем, независимо от пола и возраста. Главное – приходить с чистыми помыслами и открытым сердцем. Есть люди, которые каждый год приходят, ждут этого момента, Светлой Седмицы ждут, Воскресенье Христово ждут, постятся. А приходят и постившиеся, и не постившиеся приходят, потому что радость великая – Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Все колокола воронежские наши, вот родные, вот самые звонкие, самые красивые. Я прохожу, у меня здесь как дом. Больное, не больное. Ну, просто я так говорю. Все в сторону уходит. Всего в Благовещенском соборе 12 колоколов. Каждый звучит по-своему. Семь так называемых «зазвонных» – самые яркие. Они расположены с западной стороны. Еще четыре посвящены остальным сторонам света – северной, восточной и двоюжных. Они расширяют диапазон звучания и разносят весть о начале службы по всей округе. Самый низкий голос у Большого Благовеста. Его задача – задать ритм остальным. Только язык этого колокола весит полтонны. Весь он и вовсе шесть. К слову, справиться с такой мощью в одиночку трудно, поэтому прихожане помогают друг другу. Несколько пар рук тянут за цепочку, и вот сильнейшие вибрации окутывают колокольню. И в этот момент верующие прикасаются к Благовесту головой. Говорят, так наиболее остро чувствуют единение со Спасителем. Многие считают, что колокольная энергетика способна исцелить не только тело, но и душу. Вот как иконы. Бывают чудотворные иконы, они мироточат, и люди по своей вере, опять-таки, получают исцеление от икон. Но также, собственно говоря, и колокола. Мы приехали большой компанией специально из Москвы посетить эту колокольню. Сюда стоит приехать, чтобы просто прикоснуться к этому колоколу. Тебя пронизывает с головы до пят, пронизывает ощущение святости, уходят плохие мысли, чувствуется надежда и воскрешает веру. Фонд «Защитники Отечества» проводит всероссийский конкурс «Памяти героев верны». Это уже второе состязание тех, кто умеет и хочет сочинять, в том числе стихи или песни, рисовать, фотографировать и петь. Главное условие – все произведения должны быть посвящены событиям специальной военной операции. Свои работы можно присылать в фонд до 7 июля. Возраст участников – от 7 лет до бесконечности. Ветеран СВО из Воронежа Денис Дьяков собирается отправлять на конкурс свои воспоминания о том, как встретил 2023 год в окопах. Как делали к праздничному столу торт из печенья и сгущенки. И как 1 января их с товарищами накрыло вражеским огнем. Рассказ, который Денис так и назвал «Новый год», он посвятил погибшему однополчанину. Рукопись появилась в госпитале, пока боец лечился после ранения. В общей сложности в окопах Денис Дьяков с позывным «Яндекс» провел около двух месяцев. Говорит, это время не забудет никогда. А принять участие в конкурсе решил и в том числе для того, чтобы о тех событиях знали и другие. Была давно задумка. Я даже как-то опубликовался в ВКонтакте, там, отдельной части. Ну и знакомые друзья сказали, у тебя, в принципе, неплохо получается, попробуй. Как бы закончено все это сделать. Я присягу принимал, с меня ее никто не снимал. Как бы, я не знаю. Я считаю, что нужно в обществе не вот эти вот наклейки «Спасибо, деда, вы поведали, можем повторить», а развивать именно патриотическое направление воспитания. В Воронеже определились победители межрегионального хоккейного турнира среди юношей до 13 лет – Кубок Владислава Третьяка. В течение пяти дней за трофей сражались 12 ледовых дружин. Сначала они вели борьбу в группах, потом команды, занявшие вторые места, сразились за бронзовую награду, а ставшие первыми поспорили за золото. К сожалению, не смогли попасть в этот квартет хоккеисты Воронежской области. Команда «Дека Минералс» из Боброва стала аутсайдером своей группы и в итоге смогла побороться лишь за 11 место. А вот «Воронежское созвездие» остановилось буквально в паре шагов от медалей. Команда была третьей в группе и сражалась за пятое место. Но в драматичном матче с «Тольятинской ладой» хозяева льда уступили со счетом 7-8 и оказались на шестой позиции. А вот в матче за третье место встретились «Челябинский трактор» и «Московский ЦСКА». После осечки в групповом матче против хоккеистов Балашихи юные армейцы всеми силами стремились завоевать медаль, пусть даже бронзовую. И у них это получилось. Москвичи выиграли со счетом 4-1. А вот их обидчики, спортсмены из Балашихи, встретились в главном матче турнира с представителями «Красной машины». Уже в первом периоде ребята из Подмосковья повели со счетом 2-0. Но сразу после перерыва соперник сравнял счет. Матч проходил во взаимных острых атаках. К концу второй 20-ти минутки хоккеисты Балашихи снова вырвались вперед, но лидировали недолго. Армейцы в начале третьего периода опять смогли сравнять результат. Казалось, что овертайма в этой игре не избежать. Однако на 48-й минуте Егор Шерстнев воспользовался ошибкой соперника и поставил в этой игре точку. 4-3. Выиграла команда Балашихи и завоевала кубок Владислава Третьяка. Волнение присутствовало, но мы смогли выиграть и забили решающихся на шайбу. Здесь соперники приехали со всех регионов. Очень интересно было с ними поиграть. Я считаю, это хороший турнир. Мы изначально ставили цель выиграть этот турнир. Мы готовились, мы ребят настраивали. Очень сложно начинали турнир. Не все получалось. Но после игры ЦСКА я ребятам сказал, что нам все по силам. Они справились с волнением, поверили в себя. Мы в них верим и поэтому победили. И пока это вся основная информация. Оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе событий. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин